Рад приветствовать вас, друзья. Это 470-й уже год нашей эры. Французы. Играем на Императоре. Это особенная карта, которая без железа. О, забыл звук поправить. Сори. Загрузился, а звук не поправил. Ну, хорошо, хоть линкоров нет. Тут линкоры очень громко стреляют. Так вот, играем на карте ФЕ. Это без железа. Это особенная карта. Играем на Императоре. Это у нас 7-я серия. Мне нравится, как пикотинцы сражаются. Повстанцы, вернее. Классный юнит. Обожаю его. Их со всех сторон окружили. Так, Германия их, наверное, щенит. Сейчас увидим, кто. А может и не увидим. Это она нападала. Россиянка. Так, казарма, да. Так, сразу оправить звук. Эту серию мы с вами поиграем без музыки. Скажите мне, какой формат лучше с музыкой или без музыки. Тут эффекты есть. Но музыку игры я тоже выключил. Она, ну, такая специфическая. Ее довольно-таки мало. Надоедливая немного, я бы сказал. Да, он уже идут пехотинцы, уже пытаются нас захватить. Но если мы тут в пустыне, это плюс 10 обороны оборонялись. А тут плюс 50 за счет этих... Как они называются? Ой, за счет стен города. Так что, я думаю, все будет нормально. Мы сейчас еще одного сюда. Мушкетера. Трех кавалеристов. Не успеет, да? Раз, два. Хотя, нет, подожди, успеет. О, двух мушкетеров. Отлично. Но я не успею туда доплыть. Все равно два хода, блин. Ну, ладно. Так, прошлый ход я вам напомню. Мы продолжали сражаться с Россией. Тут потихоньку этот город мучаем. С него выходят пехотинцы постоянно. Ох, у них и скорость производства. Пехотинец каждый ход выходит. Блин, скорость сумасшедшая. Это у меня ускоренное производство на карте. А у них получается на этом уровне сложности ускоренное-ускоренное производство. То есть, у них дважды от меня. Соответственно, у них там производство просто сумасшедшее. Тут довольно тяжело с ними... А, это был Китай. Понятно. Довольно тяжело с ними воевать. Тут уже Китай захватывает города. Или он там их построил, конечно. Это не факт. Вполне возможно, что он их там просто построил. Нет, только четыре можно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Надо вот это вот пехотинца валить. Но я так хоть немножко заблокировал горы. Уже радость. Чтобы он там не шастал. Так, электричество два хода. Подвинемся немножко. Да, мы исследовали этот паровой двигатель. Из-за этого у нас перестали работать висячие сады. И у нас резко ухудшилось настроение. Это большой-большой минус, конечно. О, Германия и Россия подписали мирный договор. Ничего себе. Нет. Ну ничего, сейчас они на меня нападут. Германия им опять объявит войну. Ох ты. Ох ты, ех ты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кстати, это хорошее подспорье. Германия встала на тропу войны. Хотел подписать с Россией тоже договор. Но не успел. Блин, как-то они так быстро. Опять войну объявили. Блин, да, это серьезная армия. Надо отсюда армию уводить. Этот город я теряю по-любому. Сохраняем, кого можем. Фу, блин. Дружки нету ножом. Я думал, там будет следующий работник. Так, а тут мы коня уводим. Блин, у меня обороны вообще нету. У меня одно чисто нападение. Дайте нам пожить в мире. Какой мир, блин? Какой мир? Весь мир война. Пока мы не победим никакого мира. Да, можно было подписать, конечно. Союз на Германии, блин. О! Тут даже пехоты нету. Так это хорошо. Тогда мы тут сейчас прорвемся. О, в Германии там пехота, да? Да, и тут подкрепления не будет. Тут только десант может быть. Угу. Тут еще такой загогуленка. Там еще могут быть города. Хм. Элефантина. А, тут еще американцы. Откуда они взялись? Я что, с ней помню, чтобы они откуда тут взялись? Тут какой-то маленький кораблик плавал. Наверное, это американский был. Так, это нехорошо. Одного хода не хватило, блин. Жалко. Так, и тут я воду не могу, да, сделать, блин. Очень, очень жаль. Кстати, вот если пятую цивилизацию сравнивать с третьей, то, получается, дорогу проложил, ты уголь уже захвати. Ну, или если за пределами твоих территорий, то надо лагерь строить. Терять работника. Да, этого работника сейчас я потеряю, блин. Хотя не факт. А в пятой надо строить шахту было. Чтобы захватить. Да, может и факт. Ладно. Блин, слушай. Я сюда ушел, да? Тут у меня всего одна армия. Одна армия ничего не сделает против такого количества народу. Этичная кавалерия. Надо подарить Германии этот город. Элефантино. Так, давайте с Германией переговоры проведем. Найти бы его, блин. Вот плохо же здесь. А, вот он. Не хочет. А что не хочешь? Что, заработника не хочешь? Вот перестали они города ценить. Города, это ж классная штука. Ну, бери. Мы и не надеялись. Спасибо. Да, пожалуйста. Кушайте, не обляпайтесь. Работников хочу купить у тебя. О, у меня лошадей нету, прикинь. Ему кто-то лошади вырезал. Подожди-ка. А что ты за лошади готов дать? 19. Так, а что я тебя покупаю? Фимиан. Облаговоние, да? Меняем на меха. Бо лошади стоят дороже. Друг мой, это круче, чем уголь. Пока танков нету, лошади это основная военная сила. Если их нету, то ты просто пролетаешь. А будни-то не хочет отдавать. Зараза. Деньги не хочет отдавать. Ну, ладно. Давай, работников, мы так у тебя купим. Хоть две копейки скинь. Ушадина. Патриотизм никак не хочет продавать. Селитра? А что ты за селитру готова дать? Три захода. Так, подожди, а если вот так? А еще единовременно шесть? Нет, единовременно не хочет. Карту мира? Нет. Карту территории? Нет. Да бери, не жалко. А может угольнись или друг? Фихта, да? Ну, ладно. Берите, дяденька, берите. Хорошая торговля получилась. Так, что ты мне за паровой двигатель готова отдать? Понятно. Ты бедный, несчастный китайец. Ладно. Так, что у нас по работникам? Пора работников сокращать. У меня достаточно много. О, казармы можно купить, да? Мне нельзя купить казарму. Блин, я работников купил. Жалко. Так, электричество. Можно немножко денег сэкономить. Так, ну мне тут ничего не сделает, конечно. А тут город уже немецкий. Сейчас он станет русский. Да, вот он, десантный кораблик маленький. Давайте заключим. Давайте заключим. Блин. Не понял. А шо, русские уже воюют с этим? С Америкой? Прикольно. Не, ну, видели? Вот это круто. Не знал, что они с Америкой воюют. Они напали. Да, все-таки это случилось. Просто я этого не видел, наверное. Все-таки это случилось. Так, научный метод 6 ходов. 5 ходов. 4 ходов. Ух ты. Так, тогда надо производство срочно менять. В Кривом Роге. На Пентагон. Блин, надо было раньше менять. Потом мы его в чудо переключим. Кавалерист, храм, кавалерист. Тогда наша чудо-политическая игра удалась. Я что-то думал, нет. Тогда Америка воюет. Получается. Отлично. Тогда мы Россию расколупаем. Она самая крутая государство. По могуществу я. По культуре она самая крутая. И по рангу. А, по рангу уже Германия перегнала. Кстати, Россия на втором месте. Ну, все равно классно. Все равно это очень классно. Так, так, так. Блин, некий не выстрелит, слушай. Цикл не достанет, да? Блин, один ход не достает. Мне так всегда не достанет. Придется уводить мою армию отсюда. Ну, что, Россия воюет, конечно, с... С Америкой это очень хороший сюрприз. Неожиданно. Это было неожиданно. Кстати, Новосибирск. Это чисто русский город. Я думал, это захваченный какой-то город. Нет. Таки нет. Что там, протестанты? Понятно. Так, а что мы дальше можем тут делать? У нас... Ой-ой. Кем-то не кем пошел. Работник куда-то... Блин, я думал, я конюм хожу. Не посмотрел на табличку. Так, тут мне забастовку пока не объявляли. Кстати. Тут этот товарищ всего лишь старшина. По большому счету мы можем... Его конями-то и расстрелять. Он в чистом поле, без обороны. Я еще недавно действовал. Отлично. Так, у нас на казарму не хватило денег. Давайте с казармами подождем. Давайте библиотеку сразу сделаем. Чтобы границы расширялись. Потом казарму. Потом храм. Потом гавань. Чтобы все были довольны. Но я, конечно, не передавлю этот город. По культуре Россия больше, чем я, намного. Но, по крайней мере, я не дам себя захватить. За счет культурных границ. Это уже хорошо. Тут, наверное, библиотеку ускорим. Вот тут что-то Германия поджимает. Блин, китайский. Этот город надо брать срочно. Гуанчжоу, да? Китайский город. Тоже построили там, видать, городочек себе. Так, что у нас тут? Забастовки пока нету. Это хорошо. В чистом поле, наверное, будем его стрелять. Пока он наоборонный стал. Блин. Пехотинец, конечно, тяжелая единица такая. Два коня мне стоила эта штука. Надеюсь, не три. Непонятно, что я их обрейдить не могу. Ладно, нехватка золота. Но, блин, скажи об этом. Так, надо, наверное, отсюда этого героя тоже сюда тянуть. Блин, у меня резкая нехватка армии по всем фронтам. Кавалерист, мушкетер, кавалерист. Ну, я, в принципе, кавалерист строю везде. Тут собор нужен, да? А нужен ли тебе собор? Да, нужен. Ладушки. Потом пару кавалеристов. Наверное, гавань. Пару кавалеристов. Потом, наверное, банк. Потом кавалеристов строишь. Якость, такость. Интересно, Америка воюет, получается, против всех. Ага, Зуланд подписал мирку с ней. Блин, Германия. Туды-сюды, туды-сюды. Ай-яй-яй-яй. Я про работника этого забыл. Ого. Тут же дороги общие, да? Фух, молодец. Молодец, конище. Конь стоит на конях. Бьет. Повстанцев. Ну, давай, родненький. Повстанцев. Отлично. Новая повстанца. Отлично. Так, что нам здесь надо? Нам здесь надо храм, гавань, стены на всякий случай. Библиотека есть. Казарная. Так, библиотека есть. Библиотека есть. Так, конь, конь, конь. Конь захватывает. И уходит. Может, и зря я тебе конями сюда пошел. Может, и не зря. Разведка тоже дело хорошее. Это же Голеон. Это меня. Нет. Это перевозчик. Он не будет по мне стрелять. Так, тут же у нас никаких противников нет. Зуленд. А что у нас с Зулендом, кстати? Какие договоренности? У нас пакт. Они нападения, открытые границы и так далее. Хорошо. Тогда, получается, с Америкой я могу подписать какой-нибудь договор. Хочешь, я тебе много золота там. Хм, хочешь. Хочешь, хочешь. Так, а если меньше? Дорого продает индустриализацию. Это, получается, 20 ходов, это за 1200 продаю, да? За 1200. Дороговастенько, конечно. Подожди. Давай мы сейчас лучше ее купим у Зуленда. А у Зуленда нету. Блин, он даже на электричество не меняет. Слушай, ну ты жадный. Патриотизм, не? Ни на что не меняешь? А если мы тебе полкинг золота? А 100 золота? Вообще ни на что не меняет. Понятно. Китай отставший, по-моему, да? Да. Это только Германия. А вот недостаток того, что... Ух ты, стандартизация есть. Недостаток того, что мало государств, не с кем поторговать. Даже за все деньги не хочет продавать, да? А индустриализацию? Что, нет? Тип, а этот... А США продает? Тогда купим у США. Там, по-моему, по 60 она была согласна. По 58 купим. Хочешь карту накинуть еще? Тоже типа наглость, да? Давай карту еще накинь. Может, деньжат еще накинешь? 20 копеечек, да? 10. 5. Все, выдавили ее. Отлично. Теперь меха можем у нее продать. Как насчет шелку пить? Ага. Шелк дороже, чем знания. Да-да-да. Размечтался. Так, а шел тебя? Какие отношения? Ты с Германией воюешь? Ага. Нападешь на Германию, я тебе войну объявлю. Так что нормально пока. А как насчет... Подожди. Как насчет напасть на... А у нас нету с тобой подписанных, да? Да, нету. Посольства нету, прикиньте. Поселенцев в столице строят. Ого. Севстинская капелла. И пехотинцев у нее нету. Кони и... Уголь у нее есть. Угу. Как насчет напасть на Россию? О, они согласятся. А, подожди, она же... Она и так с ней воюет, да? Хотя нет, подожди, они же Мирку подписали. А, подписали Мирку и опять войну объявили. Потому что она напала на Германию. Так, нет, подожди, у них Германия война. Странно, слушай. Они воюют. Ну ладно, воюйте. Интересно. Интересно девки пляшут. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Тут надо обороняться, блин. Ну, одного я при любом раскладе снимаю. А вот двоих уже нет. Двоих уже проблема. Надо вот, наверное, город выбивать. Наверное, сюда надо армию прикинуть. Ну, пока занята вся армия у меня. Ну, раз китайцы туда идут, значит, там есть русский. Иначе чего он туда тёрся. Зуланд подписал договор с Россией. Что нехорошо, надо их уже поссорить. Ага, да, вот он, российский город. Ого. Накопилось тут. Тут замкнутое пространство в букве Е. Дороговастенько. Ладненько. Что у нас тут мы наразведывали? Филушки тут пройдёшь, да? Ну, и ладно. Мне сильно-то и хотелось. О. Соседи начали как обычно шуметь. Так, что у нас тут? У нас тут опять работника перезахватили. Циконь у нас такой дежурный. Дежурный перезахватчик перезахваченных работников. У него официальный статус примерно такой. Так, кораблик пришёл. Ну, кораблик я не знаю даже. Вообще, было бы неплохо сюда народу направить и захватить этот город полностью. Или хотя бы расформировать его. Подожди, храм. Надо гавань сразу делать. А что тут русские делают? А, это Франция такая. Так самые русские выглядят примерно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, пока ему ничего не угрожает, в принципе. Тогда пока отдохнём. Кстати, я тут приостанавливался и звук не поправил. Да-да-да. Есть такое дело. Так, научный метод. Ещё два хода. Так, ну здесь его не возьмёшь. Это 20 обороны. Это непробивной товарищ. Надо, чтобы он спустился с горы. Это кто такое? Страшные зулусы. Так, зулус с Россией воюет, а с Америкой не воюет. Вот что плохо в третьей цивилизации, невозможно поссорить его с Америкой, чтобы самому с Америкой не поссориться. Это, конечно, беда. Ну, ничего. Америка и так своё получит от России. И я так полагаю. Бедная Германия с этим войском туда-сюда. Чувствуюсь, мне с ним придётся сражаться. О, кораблик зашёл туда. Сейчас кораблики без охраны плавают. Видать, у них ещё нету этих... Как они там, 4 на 4. Защита атака. Баржи такие, или как они называются. Так, что у нас здесь? Здесь у нас всё хорошо. Было бы неплохо построить банк. Амбар, потом банк, да. Потом будем кавалериста устроить. Это русский. Русский Иван. Сдавайся. Ну, или помри. Ага. Тут, в принципе, ерунда. Денег по-прежнему нету. О, китайцы идут сюда. Мы их немножко притормозим. И сами чего-то навоюем. Так, чтобы его ещё такого построить. Вот здесь вот шахты, наверное, кинем. И здесь шахты кинем. И здесь. Угу, слез с горы. Чудо ты наше. Ну, туда получи. А, да, через речку. Зря я через речку начал отступать. Это, наверное, была моя ошибка. Блин, слушай. Фух, подфартило. Армия не отступает. Армию могли бы и убить. Так, давайте одной армией одну атаку проведём. На всякий случай. О, нормально. Нормалёк. Ещё и город отбили. Отлично. Я думал, там гораздо больше народу. Ну, хорошо. Коль и так, то хорошо. Он всеми самыми важными защитными юнитами почему-то пошёл погулять. Догулявся. Тут давно уже, кстати, не выходили. Чудо-пехотинцы, блин. Да, Китая очень много. Такие мусорные у него войска. Ну, сейчас я ему передал лошадей. Селитра у него была. Поэтому я думаю, сейчас эти войска будут давно довольно не мусорные. Так, что мне делать? В танки идти. Давайте стандартизацию сделаем. Ради пехоты, так сказать. Да, население, конечно. Не очень рада. Но терпимо ещё. 50 на 50, так сказать. Так, кавалериста, делай, давай. Делай. Так, влияние растёт. Надо гавань строить. Наверное, в обороне поставят лошадки на всякий случай. Шо он тут рашен? Шо он не бегает? Не бегает. Ну, и ладушкин. О, Астрахань брал, Казань брал. Сейчас мы Казань будем брать. Ух ты. Ух ты. А тут что-то происходит. Краска валериста построилась. Отличненько. Так, отличненько. У нас тут, в принципе, всё есть. Что нам тут ещё надо? А, так мы недалеко от столицы. Можно суд сделать. Кстати, тут появилась гавань. Теперь можем свободно добывать. Так, о, хорошо. Освободил мне проход. Это ты правильно сделал. Может, тут всего один охранник? Хотя это вряд ли, конечно. Но всё может быть. Там же один был этот... Повстанец. Нет, всё-таки он не один. Так, а тут в лесах пехотинцы, блин. Это плохо. В Германии есть передвижение по нашей территории. Вот, блин, не дают этому товарищу добывать. Ну, нихрена, блин. Ну, чё ж такое? Что-то ему сдалась эта территория. Вот он постоянно сюда приходит. Сейчас, может, мы немцев натравим на него. Немцы не любят россиян. Сейчас они их могут пострелять немножко. И мы мои войска сэкономим. Во всякий случай. Ай, ё-моё. В кнопках запутался. Где этот конюк? Иди сюда. Отлично. Как раз у меня там подошла армия. Как раз я сейчас от Казани возьму. Не, не захотел он русского стрелять. От заразы. Китай и Россия подписали мирное соглашение. Слушай, а Китай не сильно наглый? Я ж только недавно... Я ж только недавно тебя на Россию натравил. Это лошадей ему, по-моему, дал или там чего-то такого. Недолго они тут воюют. Все норовят мирные договора подписать. Это есть нехорошо. Но ничего. О, мы отжали одну клеточку. Куда ты попер, бобер? Куда ж ты попер? Ты хочешь вот сюда, да? Ну давай. Попробуй. Тебя пока трогать не будем. Хотя там все равно лучшей позиции не будет, конечно, но ничего. Так, ну что, берем. А я говорю, берем. Казань брал. Так, там дальше еще один город есть. Отлично. Вот туда мы и пойдем. Ух ты, там пехота. Там пехота. Пехота, это неохота с ней воевать. Так. Где-где-где-где-где-где-где мы были? Вот здесь мы были. Ну, в принципе, пусть они лечатся. да пехотинца пусть китайцы бьют их тут много как раз может и раздолбут его с большим большим трудом и потерями так вам ребята голодать все как обычно так что тут то же самое я уже про втыкал низко ходу они там уже расплодились так а тут наверное надо переходить вот так вот не хочет видать сильно недавно он с них войска строго поэтому они еще противятся жить мирно так благовония потеряли почему ого да не родной зачем это и благовония кстати а я же там еще их не культивировал да 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 ладно ванна благовония это плохо конечно потеряли но ничего мы сейчас тут благовония скорее всего завоюем русская что-то хочет хочет мирный договор но если отдашь мне стандартизацию не корпорации патриотизм не что-то не денег дашь много-много а зачем из твой мир подписывать до свидания а ты решил не инфраструктуру подбить понятно решил мне побить инфраструктуру блин зараза такая мятеж прекратился отлично так ну что мы занимаем тут позицию туда ожидательную это типа тех кто будет качать тосты этого приходится ни хрена себе сколько их там это же просто трэш так ну шо придется этих гатов уничтожать блин не на холме это у них 15 защиты против 6 атаки очень тяжело их отсюда будет выбить но тяжело не значит невозможно и выбивать потихонечку вот уже продвижение две полосочки сняли еще две полосочки и все это не так просто опять внутри полосы зараза ж такая мощный оборонительный юнит конечно особенно в это время когда танков нет это просто трэш какой то насколько уже три коня вырубили на него слава святым яйцам блин давай ты на меня нападали жуть какой то кстати тут у нас корабля по моему есть мушкетер точно тут будешь стоять да блин дела блин он золусы вооружились конями это круто что немцы хочет эмбарго против америки давайте давайте америка с ними было союзе в этом как его блин в оборонительном а потом войну начала они злые на них и злиться будут еще очень долго ходом 20 минимум о а за что такое блин конница построилась без этого без казармы вот е-мое так в лес ушел партизанин курка яйка отдавай-ка раз два и два удара да а шо не хотят на коня целятся чешо вам шо наши кони нужны да не коней я своих не отдам кони мне самому нужны так шо с этим партизаном делать блин сколько у меня там коней тридцать четыре блин ну давай поцарапаем его молодец коник одну полоску оставил блин он даже с одной полоской может настукать лично не настукал зараза такая я вот думаю шо б еще такого тут ох кстати храма черепой суд храм надо построить для начала да столица мне недалеко так что эти города будут как раз о смоленск взяли сейчас и сюда дойдут так стандартизация я тут забыл ой ой кривору холодает да ммм давайте добавлять роскоши шо делать шо ж ты ляжешь будешь делать шо ж ты ляжешь будешь делать вот он дроне вам да пришли приходится приходится двигаться так подожди пентагон почти готов подожди пентагон ставили ради теория дарвина да вовремя я глянул теория дарвина через шесть ходов а через два хода китайцы начнут штурмовать российский город о зонт и германия военный союз против америки отлично отлично я хотел поссорить зуланд и германия за меня это сделала хорошо что я наложил на них блин откуда они плавают аааа так хотя нету зуланд с этой стороны я думал с той стороны карта так круглая планета так круглая но все равно не получается так давайте корпорации за пять ходов потом у нас теория дарвина шесть и как раз мы начнем хлепать кое-что а блин 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 я же не перестроился ай 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 я ж на пехотинцев мог перестроиться вот ё-моё забыл сейчас лишних кавалеристов настроил получается да ну да я ж пехоту уже могу строить Америка атаковала зуланд ой блин теперь это наш враг ну тоже хорошо кстати мы ж там Америке что-то платили да теперь не платим теперь не платим теперь не платим 50 монеток мы там за какое-то знание и платили нифиг наших зуланцев трогать так я вот думаю наверное еще и армию сюда вывезти так что у нас с нотингем бастует нехорошо однако ну он русский опять пошел погулять задолбай ну ты меня надо ему дорогу перекрыть а как ее перекрыть то никак не перекроешь хотя если коня туда засунуть и второго коня сюда засунуть тогда точно перекрою дорогу ему так тут у нас все спокойно надо наверное готовиться к штурму тут по идее хабаровск скоро ляжет там германия его поддавливает я думаю пора туда коней везти посмотрим на эту войну так это ладно тебя тоже не повезем есть у нас тут нормальные кони нету а хотя есть еще четверка у тебя не повезем так что у нас по коням раз два два коня и четыре здесь нормально десять самих а больше денег не хочешь да слушай а что у нас с тобой только мирный договор блин то ты что можешь напасть на меня не хочет нападать понимает что не пробьет его я думал сейчас он все войска туда потратит ладно ну китай не нападет потому что германия сразу его подзавалит о не зря я сюда коней привел отлично не пустил я этого товарища сюда но за ней генерала не дают ну их там такое количество я даже ух ты убежал куда-то но с другой стороны так кони 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 подожди с конями давай рынок стоит так и забыл я опять переставить блин заболтался давайте давайте переходим пехоту подзаболтался я немножко и ничего лишний конь не будет проблемой а лишним конечно мушки тер это трошки проблемам так корпорация четыре хода теория дарвина четыре хода так надо ускорить корпорацию три хода чтобы мы успели так и сюда воборот у блин промахнулся прокликал ладно есть запасной вариант так ну вроде тут все спокойно да никто высадку не делает давайте-ка мы все-таки прорвем вот эту вот оборону было она меня тут подзадрала уже тут у нас есть две армии справимся я думаю справимся два хода добавили отлично добавили два хода так а тут есть казармы кстати можно одного мушкетера а в пехотинца кстати это не дорого очень даже не дорого только хабаровск возьмут значит сразу можно брянск атаковать так а шо ты можешь ты можешь строить здесь эрегация чтоб город не голодал ну в принципе так не голодает тут он с моря добывает я не знаю что в прошлый раз он выпендрился так что вроде начал голодать непонятно наверно там забастовка какая-то была что-то им не нравилось ух ты они пошли бить этих коней вместо города ух и толпа же этих китайцев блин прямо как в реальности миллион миллиард блин китайцев ух ты прямо с городу нападает ну давай родники держись ай-яй-яй-яй-яй-яй шо и тут пробьешь да быть не может ух 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 даже поселенца построил ни черта себе город сам по себе так требуют выкуп понятно грабят грабят меня тут пусть грабят не жалко пять копеечек да не хорошо получается так а если мы 450 многовато нам ладно по какие бы они не были крутые но у них 5 защита всего а у этих 10 так круче на многом 45 монеток не жалко для этого так ну я думаю он не успеет сейчас мы вот сюда войско оттянем а там подойдут давайте наверное мы тут проабгрейдим несколько на всех денег не хватает так подготовим плод с даром к атаке выгрузим коней и наверное еще одну партию коней подвезем ну как показывает практика бывает на одного пехотинца надо 10 коней как ни странно это звучит что у тебя два хода подожди и у тебя один подожди следующим ходом мы им устроим кузькину мать так мушкетеры раз шапка этого героя блин тоже придется его граидить ладушки короче не хотят китайцы брать тот верхний город а тут у нас наступают они хотят построить город даже ничего себе наглые какие так императрица пытается шпионить третьего агента уже поймали ничего себе так ладненько друзья на этой прекрасной ноте мы будем с вами завершать а шут казарма нет таки нету а тут тоже нет во блин во блин надо казарму тут построить срочно будем на этой прекрасной ноте завершать оставляйте лайки и комментарии увидимся в следующий час у нас вроде война более-менее выровнялась я думаю следующим часом мы будем брать город здесь Брянск и точно будем брать Оренбург счастливенько и 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